Ветреную такую погоду, там ветерок гулял и в одиночестве, у неё хорошая готовность. То есть уже она вышла. Да и мы видели, что здесь она так большого преимущества выиграла, потому что результат был чуть похуже, но и не нужно было его показывать. Да, действительно. И в принципе ещё, почему мы надеемся на высокий результат, потому что, собственно, и Елена Соболева, и Юлия Чиженко, ну, не только восстановитель, но они умеют и любят лидировать. И в принципе, они понимают, что их оружие, то есть вполне возможно... И Юлия Зарипова. Да, и Юлия Зарипова мы видели. То есть, в принципе, будет, конечно, очень интересный завтра финал, так что не пропустите. Тем временем, шестой забег. Иван Нестеров. Тоже мастер бега на 800 метров. И вот под 221 номер Дмитрий Низильский, тоже в этом году на мемориале Куца пробежал из 340, установил личный рекорд. Низильский 121 номер, Низильский 1443. Станислав Онищенко бежит здесь под 179 номером. Станислав здорово пробежал здесь, на чемпионате России, стипуль Чес 832-55. Установил личный рекорд, собственно, дебютировал по-настоящему на этой дистанции. Ну, я вообще очень за Стаса болею. Очень такой мой хороший друг. Ну, буду надеяться, что он выйдет в финал. Ну, вообще, я с ним общался. Он говорит, что у него очень высокая готовность. Тоже постоянно не везет. То, говорит, в плохую погоду соревнования там проходят. То, что ветер сильный, не получается бежать быстро. То, где-то группа начнет медленно. И вот все время что-то не получается. Но вот на стипле он показал, что действительно неплохо готов. Может быть, вот на 1500 метров он тоже сможет разменять 3 минут 40. Он занял в стипуль Чесе в финале 5-е место. В принципе, для дебютанта это очень неплохо. Но вот как тренер Владимир Башко его говорит, что, может быть, слишком рано. Он еще нет, может быть, опыта такого. Он, собственно, бросился первым вперед, где-то за два круга до финиша. Ну, помогло ему не хватило. Ну, я имею в виду, среди тех, кто отстал. Дело в том, что там Николай Чавкин убежал, собственно. И обеспечил себе первое место уже задолго до финиша. Татьяна Лысенко. Третья попытка. Конечно, мы не можем и пропустить. А мужчины 800 метров 2.03 пробежали. Это достаточно медленно по сравнению с другими забегами. Ну, что ж, большой мастер. Чемпионка мира 2011 года. Конечно, она уже освобождена от отбора, хотя все равно выступает здесь на чемпионате России. Такие стабильные броски у нее. Вот, потому что, ну, нужно подготовиться. Именно все-таки соревновательная необходима готовность. И, естественно, планируется пик формы именно к Олимпиаде в Лондоне. Ну, беги на 2500. Колокол звонит. Сейчас мы вернемся на дорожку. Там начинается 76.24. Ну, ничего не скажешь. Очень стабильные, такие далекие. Итак, сейчас пойдет уже последние 300 метров. Незельский все-таки стабильный. Ну, порядка 3.03. Вообще, Дима никогда так не ведет бег. Он в первую очередь. Ну, пришлось. Да, в первую очередь. Пришлось, видимо, понимает. Андрей Тимошин, 374 номер, очень тоже неплохо бежит. И Стас Анищенко сейчас второй. И вот сейчас борьба между Незельским и Анищенко, видимо, будет за первое место, которое дает право выйти в финал. Но Стас пытается по бровке прорваться. Мне кажется, это ему удается. Вот финиш какой хороший. Блестяще, блестяще. Здорово, молодец. Итак, Стас Анищенко определился сразу первым. 3.45.20. 5706 этот круг. Ну что ж, Валентин, вам нужно идти. Я знаю, вы должны своему товарищу, лидеру российского сезона, летом, Павлу Хворостухину, вам помочь. Да, это вот. Валентин со мной тренируется, и я должен ему помочь. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам в эфир. И желаем вам быстрее восстановиться и вернуться на дорожку. Спасибо огромное. Спасибо, Сергей Анатольевич. Питер, привет. Тренируйтесь, занимайтесь спортом. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok